В открытом море символ России. Двуглавый орел. Внутри торпеды. Символ мощи России. Это вице-адмирал Кулаков. Российский противолодочный корабль в Средиземном море, недалеко от побережья Сирии. Мы попали в небольшую группу журналистов, в котором предоставили редкую возможность побывать на корабле и убедиться в его боевых возможностях. Вот 100-миллиметровая артиллерийская установка для уничтожения целей на море и в воздухе. Затем открываются люки, и мы видим одни из самых больших ракет для уничтожения вражеских подводных лодок. Сейчас очень много средств поражения, которые способны действовать не только из-под воды. Но это могут быть различные террористические угрозы, сосредоточенные и на воде. А вот и один из таких кораблей. Ракетный крейсер «Варяг». Сирийская кампания, начавшаяся с воздушной операции, теперь стала и морской. Однако российские военные корабли в Средиземном море — это не только борьба с международным терроризмом. Это послание, заявление о том, что Россия вновь мировая держава. Однако статус страны зависит не только от того, сколько сил ВВС или военных кораблей она может разместить за рубежом. Вдалеке от Средиземного моря, у себя дома, Россия пытается справиться с серьезным экономическим кризисом. Результатом падения цен на нефть и западных санкций. Кризис, который угрожает замедлить попытки России утвердиться в положении глобального игрока.